23 июля в Казанском федеральном университете состоялся прямой эфир, посвященный вопросам приема иностранных абитурентов и образования в период пандемии. Трансляция прошла сразу на нескольких онлайн-площадках на сайте КФУ, Универ ТВ, ВКонтакте, Твич и Ютуб-канале Универ ТВ. На вопросы зрителей ответил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Ведущим выступил директор высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский. Часто задаваемым от иностранных абитурентов стал вопрос об организации учебного процесса в том случае, если к первому сентября не откроются границы. Тогда учеба начнется в дистанционном формате. Сегодня в университете ведется большая работа по разработке цифровых образовательных ресурсов. Наша основная задача, чтобы мы к сентябрю месяцу обеспечили стопроцентное покрытие всех курсов первого семестра, по крайней мере для первокурсников, а цифровыми образовательными ресурсами, чтобы у них была возможность, кроме того, что они участвуют в таких синхронных вебинарах, как мы делали это в течение весны, чтобы у них у всех был доступ к записанным лекциям и более того, чтобы эти лекции были методически проработаны, чтобы это был встроенный цифровой курс. Практические занятия либо будут перенесены на весну, либо реализуются с помощью интернет-ресурсов в онлайн-режиме. Отмечу, что у нас 1 сентября начинается учебный год для иностранных студентов, только для тех, которые были зачислены до 1 сентября. Ряд студентов у нас будет зачислен в сентябре, а ряд даже в октябре. И для них учебный процесс будет начинаться 1 октября или 1 ноября. И вот все это время они имеют право и приезжать на территорию России, если границы будут открываться постепенно, и заселяться в общежитие. То есть здесь больших особых проблем не будет. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете обучается порядка 9500 иностранных студентов, бакалавры, магистранты, обучающиеся на подготовительном факультете, а также стажеры. КФУ занимает второе место в России по количеству иностранных студентов. Это связано с инфраструктурой университета, которая позволяет предоставлять общежитие, место размещения. Это связано с привлекательностью Татарстана и Казани как города, потому что город интернациональный, город, в котором дружно сосуществуют разные конфессии и культуры. Это и город безопасный во многом. Напомним, что для иностранных абитуриентов, особенно для тех, кто приезжает из дальних стран, существует подготовительный факультет. Его главная задача – это максимальная подготовка иностранных абитуриентов к успешной сдаче вступительных экзаменов. Кроме того, на подготовительном факультете для студентов осуществляется профориентация. Подготовительный факультет – фактически такая армия годичная. То есть там годичная программа, и за этот год они должны выучить русский язык и выучить предмет, значит, подучить, скажем так, предмет, терминологию на русском языке, для того, чтобы потом быть способными сдать экзамен уступительный. То есть они приходят где-то в сентябре-октябре, выпускаются в мае, и в июне, вот в июле сейчас они сдают вступительные испытания. Также на данный момент специально для иностранных студентов, особенно для тех, кто учится на подготовительном факультете, разрабатывается специальное приложение для самостоятельного изучения русского языка без преподавателя. Также Тимирхан Алишев отметил, что несмотря на все сложности и коррективы, которые внесла пандемия в образовательный процесс, количество заявлений на поступление от иностранных абитуриентов увеличилось. В процентах на 30 большее количество только заявлений у физических лиц, которые к нам стучатся и говорят, а можно я поступлю в Казанский университет, которые проходят вступительные испытания, которые уже подписывают договора и более того, оплачивают эти договора и готовы начать обучение. И наша задача сегодня – это не подвести этих студентов. Я думаю, это самое важное. Чтобы мы грамотно выстроили учебный процесс, начиная с сентября, с октября, с ноября, в зависимости от того, когда начнется обучение для этих иностранцев, и чтобы они чувствовали себя здесь комфортно. Полную запись прямого эфира можно посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ. Диана Желенкова, Универ Ньюс. Универ ТВ Универ ТВ